Всем привет, друзья! Сегодня на канале у меня новый ролик. И сегодня мы будем говорить с вами про два очень популярных кофейника. Сой-С1 и Сой-С2. Эти кофейники являются, наверное, основной проблемой выбора вообще тех, кто пользуется джазовыми сои. Джазовый сои для некоторых считаются самыми там лучшими, самыми профессиональными и так далее. И те люди, которые хотят максимум из них извлечь, всегда встают перед этим выбором. Купить С1 или купить С2. Это такая серьезная проблема, потому что С3 уже слишком большой, а вот между этими двумя какая глобальная разница, в чем их суть. То есть, почему, как бы, ну, условно, зачем такой маленький? Можно же, ну, не знаю, сюда, наверное, налить 75 мл, да? И тут еще место для поднятия шапки останется, и как бы, ну, лучше даже вот такой купить на вырост. По поводу вообще С1 и С2 мне в группе задавали огромное количество вопросов, на что обращать внимание, какую лучше выбрать. То есть, действительно, какого-то отчетливого, понятного ролика на тему этих двух кофейников просто нет. И вот моя цель этот ролик для вас сегодня сделать и рассказать вам абсолютно все аспекты работы с этими двумя моделями джезв, чтобы вы в дальнейшем понимали для себя, что вам вообще нужно, и что вы, купив эту джезву, одну из них, получите вообще в целом. Давайте начнем с того, что у Сой есть стандартные аксессуары, типа вот таких вот вороночек, с помощью которых можно засыпать кофе в джезву. И вот на этом этапе самое большое отличие между С1 и С2 – в С1 почти не подходит оригинальная воронка. То есть, вот смотрите, если ставить, воронка цепляется за кнопки, она неустойчива, то есть ее фиксация вот черт пойми какая. Это накладывает небольшое неудобство, потому что она довольно узкая, и к ней не подходит родная воронка, и из баночки, допустим, от команданта пересыпать сюда, не заляпав кнопки туда, не попав и так далее, не совсем удобно. Все можно, я понимаю, что аккуратно все у всех разное, но вот так вот на ходу ежедневно это не совсем удобно. То есть, на эту маленькую джезву даже использование родных аксессуаров немножко накладывает какие-то ограничения. С2 более широкая, и вот эта воронка как будто для нее сделана. Смотрите как. То есть, совершенно идеально. Воронка закрывает кнопки. Получается, ты поставил родную воронку, засыпал кофе, и прямо вот на дне у тебя все очутилось. Это одно из отличий, которые, возможно, для кого-то будут важны. Следующий момент. Ручки. Ручки усой последних выпусков, последних годов стали значительно тоньше. Стали значительно тоньше. Вот, смотрите, на C1 вообще просто какая-то стала суперэстетичная, суперклассная. C2 тоже стала тоньше. Стала аккуратнее, тоньше. У меня была старая C2, там была такая ручка лопата. И это, к сожалению, к сожалению, эта красота привела к тому, что ручки стали очень сильно греться. И чем ручка тоньше, вы поняли, о чем я говорю, тем она сильнее греется. То есть, C1 новый, современный, уже дошел до уровня Афины. Вот Афина славится тем, что вы берете ее и просто у вас руки, ну, обжигает она вам очень сильно руки, потому что она греется, ее ручка. Вот C1, вот такая проблема есть. То есть, меня иногда это напрягает, когда я готовлю длительные рецепты, 3 минуты и так далее. На C2 достаточное количество металла, она нагревается, но не так, чтобы обжигать вам руки. Это очень важный момент. Теперь, важный момент, который касается ширины кофейной таблетки, которая у вас здесь получается, и влияния этой таблетки на качество кофе. Здесь глобальной разницы нет, что C2 является довольно широкенькой, что C, точнее, C2, что C1 являются довольно широкими. И в рамках этих джез вы можете экспериментировать с любыми размерами помола. То есть, у вас нет ограничений. Вот, допустим, в 120-й ЗАшке, если очень сильно закрупнить помол, то у вас есть риск не проварить эту джезу и получить такой, ну, консистенцию, похожую, не знаю, на овсяную кашу какую-то, когда вы пьете. Здесь, ну, или в СТК такая проблема есть, здесь этого нет. То есть, просто об этом говорю, что, несмотря на то, что, как бы, C1 маленькая, она обладает всеми теми же преимуществами с точки зрения проваривания любого типа помола, как и C2. Это важный, важный момент. Теперь, ну, касательно качества изготовления, они абсолютно одинаковые. Вот эта вот C2 у меня была вот такая левая, мне поменяли на вот эту, ну, мне захотелось маленькую, что у меня лопнула вот здесь ручка. А вот эта приехала, и у нее вот здесь трещина на носу. Ну, это все классика, то есть, по качеству изготовления сой всегда на своем месте. Теперь, важная идея, которую хотелось бы донести. Каждый человек, который покупает турку, он забывает про одну важную вещь, что каждая джезва строго привязана к определенному объему ее наполнения. То есть, как это работает? Есть определенная загрузка джезвы. К примеру, вот в C1 это 70 миллилитров воды и 7 грамм кофе или 7,5 грамм кофе. При такой загрузке эта джезва автоматически сварит вам очень хорошую чашку кофе, и ее почти даже не нужно контролировать. То есть, у вас чуть-чуть поднялась шапочка, вы чуть-чуть потомили, и у вас сочный, классный, крутой напиток. И вот я сказал, какое соотношение вот здесь. И C2 в этом вопросе значительно более запутанная, потому что люди, покупая ее, думают, ну раз она чуть-чуть побольше, буду варить из ситуации, как мне нравится. То есть, я, может быть, 75 миллилитров здесь сварю, может быть, там 90 здесь сварю. То есть, я буду с ней экспериментировать, и вот от того, что она вот такая вот объемненькая, она мне дает вот эти вот возможности. То есть, как бы рассматривается в таком ключе, что вот эта джезва более вариативная, а вот эта-то вот она ограничена, она же слишком маленькая. Но ключевое здесь в том, что эта джезва, как и все, тоже физические процессы ее стороной не обходят, и она также привязана к определенному объему напитка. То есть, чтобы она хорошо давала вам нормальный кофе автоматически, без мудни с нею, ее нужно заполнять примерно на 90-95 миллилитров. Вдумайтесь, она огромная, она гигантская. То есть, под этот объем не существует посуды, под этот объем не существует нормальных профессиональных чашек, под этот объем не существует ничего. То есть, 90 миллилитров воды и 9-9,5-10 грамм кофе – это для нее вот балансное соотношение, при котором вы будете ставить ее на огонь, доводить там за 2-2,5-3 минуты, и она будет давать вам прям четкую классную чашку без всяких вот манипуляций. Если вы захотите с ней экспериментировать чуть больше по объему или чуть меньше, вы рискуете, рискуете переварить, переэкстрагировать ваш кофе. То есть, сейчас давайте я на примере ее максимальной хорошей загрузки покажу процесс варки и немножко еще его поясню. И далее покажу ее более малую загрузку, и как бы мы поговорим о тех сложностях, с которыми мы в процессе этой малой загрузки будем на ней сталкиваться. И после этого мы с вами поварим еще при идеальной загрузке в C1, и я также расскажу вам поподробнее о ней. Итак, друзья, мы с вами подготовили 90 грамм кофе. Смотрите, видите, воронка прям подходит просто идеально. Мы с вами, вот, кстати, помол. Часто любят спрашивать, а какой там помол. Это вот 11 щелчков с RedClicks. Очень хороший помол для C1 и для C2. Загрузили. Все очень удобно. Видите, мы вокруг ничего не испачкали. Мы не испачкали кнопки, ничего никуда не забьется. Сейчас мы с вами загрузим сюда 90 миллилитров воды. И, соответственно, попробуем при ее идеальной загрузке ее поварить. Итак, друзья, мы загрузили с вами 90 миллилитров воды и ставим нашу джезву на огонь. Вот видите, какое у нас сейчас положение. Сейчас она немножечко у нас прогреется. Мы перемешаем и обсудим вот это вот положение кофе внутри джезвы. Получается, у нас загрузка такая, что у нас в целом есть место, чтобы поднять нашу шапку. Причем, как бы, места настолько достаточно, что мы можем осуществить здесь два метода приготовления. Вообще свободно нас никто не ограничивает. То есть мы можем в C2 при такой загрузке немножечко поднять края нашей шапки. И прямо даже глобально ничего не поднимать. То есть есть такие стили приготовления, где мы как бы краешки немножечко подняли. У нас такой цветочный, фруктовый, классный кофе. Но в то же время вот такая загрузка для этой джезвы позволяет нам получить дополнительное место для того, чтобы шапку еще поднять, если у нас какие-то сорта, которые требуются подольше проварить, сделать кофе таким более плотным, более консистентным. Ну, к примеру, я когда готовлю гейши, мне часто хочется их подольше поварить на закрупненном помоле, чтобы так вот помимо ее сочности получить еще такую тельность, плотность. Вот видите, у нас начинает формироваться шапка. Я на большом огне готовлю, чтобы побыстрее все продемонстрировать. Ну, можно у нас сейчас минута 20, но можно как бы и на медленном огне. То есть, вот смотрите, можно здесь остановиться на, сейчас секундочку, еще чуть дойдет, на примерно вот этом стиле. Ну, вот сейчас у нас соберется наша таблеточка, и мы с вами наш кофе выключим. То есть, видите, у нас, ну, прям не особо она даже и поднимается, огромное количество свободного места остается. Вот. А можно, можно пойти дальше. Можно, если, как я уже сказал, когда мы работаем со всякими гейшами и прочими историями, ну, как я, в моем подходе, мы можем поднять эту шапку выше, мы можем наш кофе проварить максимально, еще более сильно и так далее. То есть, видите, C2 при такой загрузке дает нам некую вариативность, дает нам некую управляемость в наших стилях приготовления. И когда мы, скажем так, пьем не этот объем, а покупаем ее, как уже сказал, на вырост, с идеей, что мы можем загрузить туда, ну, там, не знаю, 75 миллилитров или еще сколько. Я сейчас покажу, с какой сложностью мы с вами столкнемся и почему этого делать не нужно. Итак, друзья, мы с вами подготовили 7,5 грамм кофе. Сейчас мы загрузим их в C2 и с вами приготовим в ней непосредственно напиток. И я объясню немножко, с какими сложностями вы можете столкнуться при такой загрузке, если вы покупаете ее, как бы, в целях на вырост. То есть, покупаете ее с надеждой, что вы можете варить в ней совершенно любые объемы кофе. Это реальная проблема. Я с этой точкой зрения часто сталкивался, но вот я сейчас постараюсь объяснить, как бы, что происходит, когда мы уходим за рамки вот этой вот максимальной балансной загрузки. Это очень важно. Значит, мы с вами включаем нашу с вами горелочку заранее, чтобы немножечко нас стенд прогреть. Заливаем водичку в нашу C2. По загрузке, вот, по загрузке на вид, от тех видео, которые мы уже смотрели сейчас с вами при 90-й загрузке, глобально, как бы, отличий, казалось бы, и нет. Но на самом деле, смотрите, то есть, джезово заполнено примерно наполовину. И отношение металла к количеству напитка, количество металла к количеству напитка очень велико. Кроме того, очень для такого маленького наполнения широкая кофейная таблетка, которая для ее поднятия потребуется огромное-огромное количество энергии. И вот здесь основная проблема в том, что тяжело довольно кофе контролировать. То есть, из-за этого большого соотношения металла к воде кофе очень быстро переэкстрагируется. Очень быстро начинает подпекаться, и он становится горьковатым и невкусным на этой маленькой порции. То есть, понимаете, какая история? Я, перед тем, как снимать это видео, вот для традиционной порции 75 мл, проводил сравнение вот С1 и С2. И просто в С2 постоянно получается, ну, просто отвратительный напиток. То есть, там не читаются дескрипторы при такой загрузке. Там появляется какая-то гарь, то есть, появляется какая-то такая агрессивная форма вкуса, которая вот, ну, с современным, таким хорошим, на хороших зернах кофе по-турецки просто вообще никак не вяжется. Это все из-за того, что металла по отношению к кофе очень-очень много. Давайте я сейчас немножечко увеличу пламя, чтобы мы с вами ускорились, а то вы так будете 5 минут ждать, пока это все подготовится. То есть, в теории здесь можно реализовать две техники, о которых мы уже говорили, вроде как бы и поднять шапку повыше, и остановиться как бы, когда она только подвернулась, но результат будет совершенно разный. Совершенно разный по сравнению с той вот классической загрузкой 90 мл. Здесь всегда будет переэкстракт, будет такой неприятный, тяжеловатый кофе. Поэтому С2 многие накупили, но как бы начинают разочаровываться, потому что слишком кофе тяжеловат там выходит. Вот здесь, когда у нас сформируется более-менее таблетка, мы можем выключить кофе вот прямо сейчас, получить, ну, такое где-то 30% вкуса от С1, ну, все равно с переэкстрактом. Вы представляете, что будет, если дальше поднимать вот эту историю? Смотрите. Вот здесь, если сейчас термометром мерить, вода почти закипела. Пока она поднимется до конца, она будет уже кипящей. Ну, это видно. Вот. Представляете, что это? Ну, это просто только в урну выливать. Я это использую иногда для Инстаграма. Джезво большая, вот так камеру туда можно погрузить, вот как она пена поднимается, все видно. Но пить, конечно, это нельзя. Пить это нельзя. Видите, кстати? Горелку чуть недовыключил и поднимается. Пить это нельзя. Пить это нельзя. Этот кофе всегда будет переэкстрагированным, всегда будет очень едким, неприятным. Ну, в общем, вот так. Давайте сейчас то же самое попробуем в С1 сварить, и я вам расскажу, в чем смысл вообще этой маленькой джезво. Итак, друзья, мы с вами приступаем к приготовлению в С1. Давайте тут продемонстрирую вот эту сложность с воронкой. Видите, она не встает сюда. То есть, ну, криво-косо можно ее приспособить, вот так обойти кнопочки, чтобы это все дело не забивалось туда, и аккуратно загрузить кофе. Я использую 7,3 грамма кофе. Для этой джезво максимальная ее загрузка, и она же является идеальной для нее загрузкой, 70 мл воды. Больше 70 мл не надо гулять куда-то в сторону. 70 мл воды и 7 грамм кофе, или там 7,3, 7,5, вот 7,5 максимум. Это для нее идеальное, просто идеальнейшее соотношение. Давайте мы сейчас в ней попробуем приготовить. Я сразу подготовил посуду, чтобы показать вам, как это уже выглядит отсервировано. Включаем совершенно небольшой огонь. Этот кофе, я просто чашечку собираюсь выпить, после того, как я все сниму. Те три из Ц2 я вылил. Здесь сейчас мы сделаем прям перфект. Этот кофе, который я использую, и эта вода, прямо на вот этом соотношении, просто идеально. То есть, сейчас я вам буду показывать идеальное соотношение для этой джезво. Больше наливать смысла нет, у вас в ней уже ничего не проварится. Меньше наливать можно, тогда у вас появится, ну там, не знаю, 60 мл. У вас появится возможность, как в Ц2, готовить цветочно-фруктово, быстро, ну, точнее, без поднятия шапки, или готовить с более высоким поднятием шапки для проваривания каких-то определенных сортов. То есть, ну, я думаю, что никто из вас порцию 60 мл, скорее всего, не пьет. Я, к сожалению, наливаю вот так вот из одного соя в другую воду, поэтому не обращайте внимания. Загружаем 70 мл. Сразу же ставим на средний огонь. Включаем наш таймер. Сейчас после перемешивания, когда у нас вся эта история подосядет, вы увидите всю суть. Я сразу перемешаю. Вы можете, ну, исходя из ваших рецептов, вы можете как угодно готовить. Я просто сейчас готовлю для себя. Вот, видите? То есть, соотношение просто идеальное. Здесь в Ц1 определенные манеры приготовления. Здесь не надо куда-то глобально поднимать там шапки подолгу и так далее. В ней имеет смысл, после того, как у вас стали края шапки формироваться, уменьшить пламя значительно. И вот в этом положении потомить ее. То есть, если вы начнете по термометру работать, вы поймете, что заваривание продолжается. То есть, у вас плавно, без скачков, поднимается температура. То есть, у вас все там происходит. Просто у вас в традиционном виде, как это, ну, не знаю, как это принято, там шапка должна подняться до какого-то положения, у вас этого не происходит. У вас такое вот происходит медленное томление. И это вот именно стиль этой джезвы. Это вот именно концепция основная этой джезвы и смысл вообще ее наличия у вас. Традиционная порция, если вы уже наконец-то переучили себя пить традиционные порции. И вот этот стиль приготовления. То есть, в ней какие-то... Она невариативная. То есть, получается, она невариативная. То есть, если вот в какой-нибудь Афине мы там еще можем экспериментировать, то здесь вариативности никакой нет. Она такая вот как бы узкоспециализированная джезва. У нас сейчас минута... Я просто в режиме реального времени показываю. Минута 40. Да, и у нас, видите, ничего-ничего никуда не убежало. То есть, ее геометрия так простроена, что она очень-очень плавно прогревает наш с вами напиток. И здесь вот обратили внимание, почти на том же пламени мы готовили вот С2, и как все эти процессы быстро шли, потому что очень много металла в отношении воды. А здесь вот все идет, видите, как плавно. То есть, она такая очень легкоуправляемая, очень плавная, потому что здесь вот это просто золотое сечение, вот эти 70 миллилитров, и ее размер, и ее ширина, и так далее. То есть, ее никуда менять не нужно. Вот, смотрите, я обычно готовлю 3-3-40. С1, я понимаю, что адепты, сами знаете, кого скажут, что надо ее минуту готовить, ну, это все чушь. 2-30. У меня начали формироваться края. Видите? И обратите внимание, как это все плавно идет. Это идет прям очень плавно. Ничего никуда не убегает. На этом этапе я газ прямо уменьшаю, уменьшаю. Я ориентируюсь на скорость. Я вот уменьшил скорость в 3 раза, наверное, где-то всего этого формирования. И вот 2,50, 2,51. У меня уже просто автоматически получается все это укладывать в 3. Дело привычки. Видите? Плавно томится. 3 минуты. Бам. Все. Идеально. И смотрите, вот в отношении традиционной чашки, как это все гармонично работает. Смотрите. Отлично загружено в чашку. Остается маленький рант, чтобы вы могли это сервировать, подавать вашим друзьям, себе и так далее. Шапочка, посмотрите, какая беленькая. То есть у нас здесь ничего не переэкстрактится, у нас здесь ничего не переваривается. У нас есть лишь один путь приготовления. Других нет. Мы не можем в ней ничего переварить. Она так устроена, если вот таким образом мы будем ее загружать. Вот. Поэтому давайте сейчас немножечко я попью кофе, и мы сделаем с вами какие-то выводы. Итак, друзья, давайте подведем итог. Но прежде хотел бы сказать, что я, конечно, жду от экспертов в комментариях, комментарии о том, как недоваренная какая-то таблетка вываливается. Я просто это читаю на канале регулярно, поэтому welcome, пишите обязательно про какую-то вываливающуюся таблетку, которая не проварилась, и поэтому кофе, скорее всего, говно. Итак, давайте какой-то вывод. C1, C2. Для кого подойдет, кому не подойдет. C1. Если вы традиционную порцию уже приучили себя пить, пьете только эту порцию, и как бы ваши сорта кофе, используемые довольно высококлассные, тогда вот этот джезо поможет вам их раскрыть, потому что в ней невозможно переэкстрагировать кофе, в ней, ну, фактически невозможно недоэкстрагировать, то есть она очень балансная, и она меньше всех соев, ну, всех соев, у нас есть C2, только C3 уже в целом кофейником считать нельзя, это ведро, C4 тем более, но вот из всех их линейки она минимально страдает вот этой проблемой выравнивания вкуса. Основная проблема ведерок в том, что они выравнивают, замыливают вкус, то есть притупляют все акценты зерна хорошие, ну, и также скрывают некоторые недостатки, поэтому в сои многим очень нравится варить. Вот, сои C1 минимален по этому критерию, то есть она очень акцентная, и она близка, близка, на мой взгляд, по ощущениям, к афине. Афина одна из самых совершенных джез в общем, из существующих. Вот, поэтому она подойдет вам, если вы привыкли пить вот эти традиционные порции. C2 подойдет вам, если вы пьете вот эти большущие лохани по 90 миллилитров, и вы хотите эти лохани хорошо проварить, и в то же время получить какую-то вариативность, управлять вкусом более гибко. C2. Но она не подойдет вам, если вы покупаете ее себе на вырост, с целью делать в ней традиционные порции, потому что она, она большая. То есть вы сами видели, как быстро в ней идут все процессы. Ну, короче, это все надо пробовать. Конечно же, вам через экран по вкусу не передашь это все, но в ней всегда кофе значительно уступает маленькой. Значительно. Просто радикально уступает в двушке вот этой единички. Если мы говорим о традиционной порции. То есть он всегда будет переэкстрагирован. Поэтому если готовы на 90 или больше, пожалуйста. Если нет, то вам нужна вот эта джезва. Поэтому эти джезвы, они не то, что как бы разные только по объему, они вообще разные по смыслу. То есть C1 вообще на самом деле к сою очень мало относится. У нее совсем другая форма. Она более узкая, вытянутая. У нее не такая широченная кофейная таблетка. Она ближе к таким вот модным джезвам типа Афины и как бы типа СТК, в частности по профилю. Здесь, ну, традиционная условная станица. Поэтому вот такие дела, друзья. Я надеюсь, какой-то вывод вы для себя сделаете, потому что, ну, мне по вот этим двум джезвам вопросы задавали максимально часто. Поэтому я решил сделать этот ролик. Надеюсь, вам чем-то помог. Обязательно вступайте в мою группу в Телеграм. Обязательно пишите ваши комментарии под видео, когда вы посмотрите. Буду рад на них ответить. И до скорых встреч на канале. Пока-пока, друзья.